Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Носите неподходящую обувь, веря в то, что красота требует жертв? Не хотите тратить время на то, чтобы разобраться, какую обувь нельзя покупать детям? Игнорируете проблему с торчащей стопой косточкой? Тогда этот эфир точно для вас. Добрый день, меня зовут Альбина Козлова. Сегодня в шоу с толком вместе с артезистом Павлом Сергеенко мы обсудим, как же правильно выбирать обувь. Что делать, если у вас ноги разной длины и что провоцирует ту самую косточку на стопе? Павел, добрый день. Добрый день. Вы артезист. Расскажите, пожалуйста, о вашей профессии подробнее. Где этому можно научиться? В чем основная суть вашей деятельности? Ну, артезирование готовят в основном в Москве. Самое хорошее уровень подготовки. Улучшение подразумевает предварительную медицинскую подготовку, образование. Либо внушительную, продолжительную практику области патологии, либо все, что связано с стопой. Ну, я всегда хочу... Ну, как бы уточняете что-то? Ну, нужно понимать, что подготовка ведется не только врачами, но это и профессора, и доцентры кафедры травматологии и ортопедии, доктора наук, либо руководители Российской ассоциации хирургии и стопы. На что вы должны обращать внимание, когда мы идем к специалисту? Вот вы просто... Здорово, что вы затронули момент образования, потому что мне кажется, что в эру инстаграма очень многие специалисты, на самом деле псевдоспециалисты, то есть они вот решили, что я специалист, и пошли вести блог, рассказывать, как надо и как не надо. И вот мне кажется, очень важно уточнить, что вот должно быть, как бы, профильное образование. Ну, да, профильное образование есть. Тут вопрос в том, что сама по себе сфера ортезирования, она несколько новая, она дает несколько альтернативный подход. Вот. Вообще, любое альтернативное мнение, она поможет как-то справиться с какой-то, ну, допустим, нерешаемой проблемой на начале. Любое альтернативное мнение всегда хорошо. Ну, и в принципе, сейчас, на самом деле, я рада, что у нас вот есть... Ну, как бы, не то, что есть, а мы узнаем о специалистах, которые, на самом деле, уже давно существуют, просто мы раньше о них не знали. Давайте, пожалуйста, обсудим, какие же проблемы может помочь нам вот решить ортезий. Ортезирование стопы, это, то есть, банально та же самая стелька, это способ адаптировать вашу стопу под обувь. Под вашу обувь. То, возможно, которую вы бы хотели. Стелька формирует правильное положение стопы, поэтому ваша стопа никуда не разъезжается, она не двигается. Вот. И очень важно понимать, что более правильное положение стопы всегда положительно влияет на весь опорно-двигательный аппарат, заканчивая там положением черепа, положением головы, положением шейных позвонков, даже-даже положением нижней челюсти. То есть, на прикус, грубо говоря, влияет наша стопа? Безусловно, положение позвонков шейного отдела будет всегда влиять на область осуществления черепа и позвоночника. Точно такой же процесс происходит при положении нижней челюсти, челюстных суставов. То есть, если, грубо говоря, у вас плоскостопие, вероятность того, что у вас не только эта проблема, но еще и проблема с прикусом, она очень велика? Она не очень велика, но всегда все вопросы нужно рассматривать в комплексе. И поэтому, возможно, вас беспокоит проблема прикуса. Вы можете ее как-то корректировать, но эта работа наиболее эффективна будет, если вы будете совмещать, корректировать положение стопы. Это будет максимально эффективно. Болеть у вас может в любом другом месте. В колене, в бедре, в пояснице, в грудном отделе, какие-то неврологические проявления. Но решение вопроса именно в комплексе, не только массирование. Я вообще всегда своим пациентам даю рекомендации о необходимости диагностических мероприятий. Выполнение всего необходимого консервативного подхода, консервативного лечения и работа со стопой. А это нижняя часть нашего опорно-двигательного аппарата. То есть, такая опорная платформа. Вот. И, конечно, если вы эту стопу загоняете в узкие какие-то параметры, в остроносую обувь, обувь эта жесткая, при этом еще она на каблуке достаточно высоком, то стопе нелегко. И в какой-то момент она дается. И тогда уже начинаются проблемы. Проблемы, скажем так, начинают усугубляться. Вот говорят, что все идет из детства, и на самом-то деле многие проблемы со здоровьем, они оттуда идут. Вот. И вот вы сказали, что вот из-за обуви, ну как бы, то есть обувь вот с острым носом, которую мы носим уже зачастую, когда мы взрослые, серьезные там мужчины и женщины, но очень часто то, какую обувь нам покупают родители в детстве, влияет на то, что в итоге с нами потом происходит. Это правда или нет? Ну, что вдруг это я сейчас придумала, так, а на самом деле нет. Ну, я просто почему говорю, очень часто мне в интернете попадаются картинки, что ни в коем случае нельзя покупать такую обувь детям, никаких сандаликов с твердым носом. Я думаю, господи, так вот как выбрать правильную обувь детям, и так ли она влияет все-таки на детей этих бедных? Я сторонник того, что всегда все влияет, и, безусловно, правильный подход к здоровому образу жизни начинается, безусловно, с детства. Но это совершенно не значит, что вы должны покупать какую-то обувь жесткую, которая как-то корректируется, которую ребенку неудобно. Нет. Смотрите, подход начинается, родители всегда начинаются к тому, как ребенок двигается. Если он активен, даже гиперактивен, бегает, прыгает, вот он такой непоседа, это хорошо так и должно быть. Это говорит о том, что у ребенка формируется правильно опорно-двигательный аппарат. Но если вы замечаете, что в какой-то обуви ребенку неудобно, у него поход какая-то неестественная, она тяжелая, ребенок жалуется, то не нужно заставлять, лучше вообще избавиться от этой обуви. Тут даже вопрос в том, что вы видите, что ребенку неудобно. Нет необходимости его заставлять. Это будет, в принципе, гораздо лучше для него, для ножки и функции, ее функции. Ну а можно ли сказать, что, например, какой-то определенный тип обуви, например, сандалик с закрытым носом, это плохая идея? Или так узко нельзя мыслить в этой сфере? Да, нужно расширять именно сами критерии выбора обуви. Я вообще не сторонник, точно не сторонник именно жестко-ортопедической обуви. То есть, если жесткая подошва, жесткий высокий берец и при этом жесткая фиксация. Вот я крайне не рекомендую такую обувь, и дети всегда очень сами по себе не любят, потому что отсутствует нормальная сгибательная функция стопы. А вот специализированная ортообувь, это вообще что? Давайте обсудим эту планету. Да, специализированная ортообувь, она и есть ортопедическая обувь, либо с профилактической обувью она еще называется. Тут вопрос именно вот ортообувь, ортопедическая обувь, профилактическая обувь. Вот этот вот весь сегмент, это жесткий подход к положению стопы. Но нужно понимать, что лучше в обуви соблюдать ортопедические рекомендации. Вот. Это совершенно другой подход. То есть, здесь максимально мягкая обувь, та, которая не ограничивает функцию стопы, и при этом немножко поддерживает. Она не давит, она хорошо фиксирует, и поэтому ребенку удобно. Я предлагаю вам немножко вернуться в детство и вот обсудить темы. Ну, не знаю, можно ли говорить о том, что только дети с этим сталкиваются, но мне кажется, оттуда вот все идет. Косолапи и разная длина ног. Вот очень часто, я вот даже на улицах встречала, что родители там ребенку говорят, не косолапь, не косолапь. Вот из-за чего формируется это косолапия, как вообще ребенок должен на это повлиять, и влияет ли на это разная длина ног, или длина ног – это вообще отдельная проблема? Да, это отдельная проблема. Значит, смотрите, косолапая, именно косолапая походка такая, которую ребенок может корректировать, то есть может ровно поставить, либо иногда непроизвольно косолапить. Почти всегда это является следствием деформации стопы плоскостопа. То есть какие-то мышцы перегружаются, то есть возникает необходимость приведения стопы, вот вам косолапая постановка стопы. А укорочение – это вообще обширная достаточная область, и, к сожалению, много существует пробелов по ее коррекции. Нужно понимать, что укорочение ног может быть двух типов – это функционально и анатомическое. Функционально – это если у вас свод с одной стопы, либо деформация на одной стопе, она в большей степени. И, кстати, очень часто это происходит не только в детском возрасте, но и во взрослом. Анатомическое подразумевает разную длину костей. Причем анатомическое укорочение не исключает функционально. То есть деформации начинают складываться, и это усложняет диагностику. Но на практике я вам могу сказать, что недопустимо использовать один метод коррекции вместо другого. То есть нужно именно правильно диагностировать разную длину костей и какое формируется укорочение. Мне кажется, что без грамотного специалиста, простому родителю это сделать очень сложно. Поэтому я напомню, что сегодня у меня в гостях артезист Павел Сергеенко. Через один трек мы вернемся к вам и узнаем, что провоцирует ту самую кофточку на стопе и обсудим еще очень много всего интересного. Оставайся на Радиус ФМ. Ты слушаешь шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Мы снова в эфире. Меня зовут Альбина Козлова. А в гостях у меня артезист Павел Сергеенко. Вот мы обсудили, что часто к детской обуви мы подходим как-то более тщательно, потому что все-таки это наши дети, братики, сестрички. И мы вот понимаем, что только мы несем за них ответственность и выбираем им правильную обувь. Но когда человек становится взрослым, начинает действовать принцип, что красота требует жертв. Особенно если мы девочки, мы чаще пользуемся этим принципом. И выбираем обувь, которая нам, к сожалению, не подходит. Давайте вот обсудим топ-5 признаков, что обувь вам не подходит. Ну, она может не подходить и мальчикам тоже. Я уверена, что у вас тоже есть такие проблемы. Вот давайте, пожалуйста, обсудим топ-5. Ну, может, больше. Может быть, их больше. Моментов, по которым можно определить, что обувь вам не подходит. Ну, во-первых, самый простой способ определить габариты вашей обуви. То есть извлечь заводскую стельку и наступить вашей стопой. Очевидно, что обувь не может быть меньше вашей стопы. Соответственно, это будет связано с дополнительным давлением либо как-то адаптацией. Очень удивительно, конструкция нашей стопы, она такая, что может подстраиваться даже под острый носик. Но, к сожалению, последствия будут достаточно серьёзные. Усталость, отёчность, какие-то мозоли даже могут быть в патологической сфере проблемы. То есть вырастание ногтя, скручивание ногтевой пластины. Мозоли – это момент адаптации к новой паре туфелек? Или всё-таки это огромный красный флаг о том, что обувь не подходит нам и не подойдёт никогда? И не надо пытаться и запихивать ногу 39-го размера в кроссовочек 35-го? Ну, конечно, любая обувь должна адекватная быть. И если вы прямо очень хотите вот именно эту обувь, вы должны понимать, что расплачиваться, вы будете ценой собственного здоровья. На какой-то вот в начале молодые годы это ещё... Девочки, как правило, этим больше увлекаются. Они могут себе позволить. Но с возрастом, конечно, здоровья не становится больше. И поэтому необходимость в комфорте, желание этого самого комфорта, особенно с топом, это, конечно, такое хорошее... Очень хорошее именно желание, требование поработать именно с обувью. То есть исключить обувь жёсткую, обувь какую-то остроносую, обувь узкую, без фиксации, без поддержки. И лучше всего, если добавить именно более амортизирующую подошву. А вот каблуки и шпильки. Насколько вообще можно носить эту обувь? Ну, то есть понятно, что можно всё до какого-то момента носить. Но вот сколько длится этот момент? Если не начал, может, уже и не надо? Если, может, до 20 не носили, уже и не надо на эти каблуки-то вставать? Тут вопрос в том, что вы хотите и что вы можете себе позволить. Если вы можете позволить иногда одевать шпильки, лодочки, то иногда можете это позволять. Но если вы понимаете, что усталость от такой обуви, она большая, лучше, конечно, её не использовать. Практика показала, что более здоровая стопа может дольше выдержать вот эти шпильки. Это, кстати, является одним из признаков, почему девочки любят шпильки. Почему вам нравятся шпильки? Подождите, вы имеете в виду, что их нужно не носить, не носить, не носить. Потом один раз на какое-то важное мероприятие мы можем их надеть. Стопе будет окей. И потом мы ещё 20 лет не носим шпильки. Ну, вы можете отдохнуть и там через месяц одеть, либо через неделю. От этого сильных последствий не будет. С другой стороны, я всегда говорю, в красивой обуви можно красиво посидеть. Мне кажется, это такой лайфхак сейчас прозвучало, что если у вас накануне важное мероприятие, и вы понимаете, что вам очень нужно быть на каблуках, можно до этого какой-то период ходить в удобные обуви, чтобы стопе вашей было комфортно, хорошо. Потом быстро засунули водочки, быстренько пробежали по какому-то важному мероприятию, выбежали обратно в свои тапочки, например. Хорошо, наверное. Мне кажется, это просто сейчас все девочки, которые нас слышат, они просто выдохнули и подумали, вот это да. Почему раньше никто об этом не говорил? Ну, а вот если говорить о правильной обуви, вот вы говорили, что амортизация должна быть. Но бывает же такое, что вот обувь сегодня удобная, а завтра уже неудобная. Это о чём говорит? О том, что мы сходим с вами немножко на один день, или всё-таки, не знаю, кто-то барабашку обувь меняет, или всё-таки наша стопа может как-то за ночь поменяться, и потому что нам, может быть, из-за этого неудобно. Это говорит о том, что стопа деформируется. То есть стопа деформируется не только в длинном промежутке времени за год, за 10 или за 20. Она может поменяться даже в течение дня. Особенно если вы хорошо нагрузили ножки, особенно если это такая не очень рекомендуемая обувь. То есть вроде как она мягкая, но, допустим, вы не до конца фиксируете стопу. Дальше стопа испытывает такую определённую стрессовую ситуацию, она просто растягивается, и вам становится неудобно. Ну так что не надо удивляться, если там в один день обувь вам удобно, а в другой день нет. Нужно просто понимать, каких дней больше. Когда вам удобно в этой обуви, или когда нет. Вот я вот так анонсировала тему этой косточки, которая вылазит из стопы. Слава богу, пока что. Ещё очень далека от меня сферы, например, у моего папы есть эта косточка, она ему очень мешает, и мучается он с ней уже давно, пытается какие-то носить протезы. Я знаю, что они закладываются как-то между большим пальцем и другим пальцем. Там вроде как мы на стопе пальцы не называем никак. Вот из-за чего вылазит эта косточка? Можно ли её как-то засунуть обратно? Или нет? Вопрос на самом деле не такой простой. Тут нужно немножко теории. Нужно понимать, что деформация стопы, то есть вот то самое плоскостопие, формируется из-за совокупности факторов. Один из самых значимых факторов – это гипермобильность связочного аппарата. Этот признак нередко, наследуется даже часто. Вот, затем есть факторы внешние. Это гормональный дисбаланс. То есть вспоминаем девочек после беременности и родов. К туда же относим стрессовый фактор. Очень сильно влияет на гормональный фон. И последним таким значимым является фактором – это, конечно, использование неудобной обуви. То есть, если вы понимаете, что у ваших дедушек, бабушек, пап, мам есть такая проблема, соответственно, наследственный признак у вас, скорее всего, присутствует. Поэтому не стоит злоупотреблять узкой обувью, либо там очень красивой. Конечно, преимущественно – это использование более мягкой обуви, которая не создает давление. Дальше стопа, когда деформируется, она расширяется. Она начинает упираться именно в материалы обуви. И вот именно из-за этого трения формируется именно такое костно-хрящевое образование. К сожалению, это может связаться с другими проблемами, как инфекции, грибковой инфекции, потерей чувствительности. Вот в этом вот плане. И нужно понимать, что корректировать положение стопы будет самым эффективным образом только индивидуальная стелька. Но сам по себе вот этот вот нарост, он будет корректироваться именно хирургическим путем. И поэтому мы должны четко понимать, что только одна хирургия стопы, она не вылечит полностью вашу стопу. Она сделает стопу узенькой, эстетически красивой, выпрямит ваши пальчики. Но причина, она останется. То есть вот эта вот подвижность связочного аппарата, она останется, растяжимость связочного аппарата, она останется, и все равно она будет на вас влиять. Кстати, в России я точно знаю, что многие хирурги после хирургической коррекции стопы четко дают своим пациентам всем указания на постоянное использование индивидуальных стелек. Потому что без этих стелек ситуация вернется в обратную. Вы затронули интересную тему стелек. И, насколько я знаю, что есть ортопедические стельки, есть индивидуальные стельки. И индивидуальные стельки могут быть ортопедическими. Но не все ортопедические стельки могут быть индивидуальными. И давайте, пожалуйста, обсудим этот момент, потому что происходит какая-то большая путаница. Ортопедическая стелька это такая фабричная корректирующая стелька. Вот она имеет усредненное положение. Соответственно, недостатком является ее недостаточная эффективность. То есть это что-то такое средненькое, что и чуть-чуть работает, и вроде как-то помогает, но максимальной эффективности достичь не получается. Вот индивидуальная стелька это совершенно другой подход. Формально это конгруентная копия подошвенной поверхности. То есть стелька именно копирует все кривые подошвы, подошвенный слот. И в последующем она просто поддерживает. Из-за вот такого подхода практически полностью отсутствует такой интервал, как адаптация стопы. Либо он там несколько дней занимает. И индивидуальная стелька это всегда максимальный комфорт для ваших ножек. Потому что правильное положение стопы будет разгружать именно перегруженные ваши мышцы. Является легкость походки. И вообще можно ходить очень долго, не переживая о том, что ножки устанут или вам будет как-то неудобно. Нет. Именно правильный индивидуальный подход он и формирует правильное положение стопы. Причем индивидуальная стелька именно те, которые я изготавливаю, их можно менять положение. Как увеличивать вот эту поддержку, так и уменьшать. То есть в зависимости от конкретного случая. Нередко бывает, что нужно чуть-чуть помнить, чуть-чуть изменить. Вот именно я изготавливаю и работаю именно с такими изделиями, к которым лучше всего не привыкать, но и при этом поддержка она максимально эффективна и комфортна. К сожалению, наша программа подходит к концу. И я попрошу вас назвать самый главный миф, с которым вот вам приходится сталкиваться в процессе вашей работы. Вот какой-то самый-самый главный, с которым все к вам приходят и вы думаете, мамочки, ну когда уже это закончится? А не закончится! Я всегда против натуральной кожи в материалах. Я считаю, что... Ого! Неожиданно! Очень неожиданно! Вы удивитесь, но в холодный период такие изделия плохо дышат, у них меняется коэффициент паропроницаемости, и очень часто обыдные производители в кожу добавляют именно такие пластиковые вставки. Они негативно сказываются на стопе, то есть они слишком сильно создают давление. То есть история о том, что нужно покупать натуральную кожу, потому что ножка будет дышать, на самом деле, это гигантский миф. А кто? Честно говоря, я в шоке. Я ожидала чего угодно, но нет, мы как-то настолько все привыкли, что нам все производители говорят, что вот наша обувь, она вот натуральная, она самая лучшая. А оказывается, нет. А какой-то это материал, вот, ну, самый комфортный, или так сложно сказать. Ну, текстильный материал отделки лучше всего мембрана, но это в холодное время будет. А в теплое время какие-то текстильные кроссовочки. Вот это прям отлично хороший вариант. А если, например, какая-то кожаная обувь на лето, когда нет припарата, или, подожди, высокие припараты тоже влияют на кожу? Летом кожаные изделия и их заменители, они будут плохо дышать. То есть тряпочки, вот, очень удобно. То есть летом кожаная обувь не дышит, зимой, мало того, что не дышит, так еще и дубит. Наморозит. Молчание в эфире, потому что, на самом деле, для меня это открытие. Я уверена, что для вас, наши дорогие слушатели, это тоже что-то очень невероятное на этой суперудивительной ноте. Я предлагаю закончить сегодняшний эфир. В гостях у меня был артезист Павел Сергеенко. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо вам, что позволили. Ну, а если ты не успел нас послушать или хочешь послушать более внимательно, запись эфира можно найти на нашем сайте или Ютуб-канале Радиус ФМ проект Шоу с толком. С тобой на одной волне сегодня была Альбина Козлова. Оставайся на Радиус ФМ. Хорошего дня. Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте радиусфм.бай